Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Друзья, продолжаем рубрику редкие и дорогие монеты России. Представляю к вашему вниманию топ 8 самых дорогих 5 рублевок России. Открывает наш обзор 5 рублей 2002 года. Эта монета занимает в нашем обзоре 8 место. В 2002 году выпускали только наборы монет в банковской упаковке. Вот так он выглядит. Стоимость этого набора приблизительно 30 тысяч рублей. Вы спросите тогда, как обычные монеты этого года попали в обращение. По всей видимости, из банка произошла утечка таких монет. Либо же люди просто вскрывали этот набор и доставали оттуда содержимое. Из-за всех этих факторов цена на монеты 5 рублей 2002 года Санкт-Петербургского монетного двора и Московского монетного двора составляет примерно 9 тысяч рублей. Эту монету еще можно найти в сдаче или где-то еще. На ваших экранах 5 рублей 2003 года Санкт-Петербургского монетного двора и Московского монетного двора. Друзья, эта монета занимает 7 место. В этот год Санкт-Петербургский монетный двор решил выпустить коллекционный набор таких монет. Но выпуск сорвался. Из-за чего все монеты этого года попали в оборот. И 5-рублевок было выпущено всего 15 тысяч на всю страну. Из-за чего цена такой монеты составляет 20 тысяч рублей. На ее нахождение у вас есть еще шанс. Но вот монеты Московского монетного двора номиналом 5 рублей этого года считаются призраками. Насчитано таких монет всего 5 штук. Почему и зачем они были выпущены все еще неизвестно. Из-за чего цена такой монеты равна примерно 300 тысячам рублей. На 6 месте 5 рублей 2011 года Санкт-Петербургского монетного двора. Такую монету вы уже не найдете в сдаче или где-то еще. По примерным подсчетам таких монет существует от 5 до 10 экземпляров. А все из-за того, что в этом году не планировался выпуск валюты. Но произошел пробный тест, в котором произвели монеты этого года. Именно из-за этого цена на 5 рублей 2011 года Санкт-Петербургского монетного двора составляет 200 тысяч рублей. Пятое место занимает 5 рублей 2012 года Санкт-Петербургского монетного двора. Друзья, в этот год также хотели сделать банковский набор таких монет. Но из-за неизвестных обстоятельств выпуск сорвался. И единичные экземпляры монет попали в оборот. Из-за этого цена таких данных 5 рублевок равна 200 тысячам рублей. Четвертое место 5 рублей 2000 года Санкт-Петербургского монетного двора. И 2001 года Московский монетный двор. Эти монеты можно назвать призраками. О них неизвестно ровным счетом ничего. Они не появились ни на одних аукционах нумизматов. Из-за чего стоимость этих монет неизвестна. Но эксперты в этой области предполагают, что примерно цена равна 300 тысячам рублей. Самая легендарная монета России, которая занимает третье место, это 5 рублей 1999 года. Санкт-Петербургский монетный двор. О ней знают почти все. У этой монеты очень интересная история. Много лет нумизматы думали, что такой монеты не существует. Но однажды какой-то мужчина написал на форуме и спросил об этой монете. Ему никто не верил, пока опытный эксперт не приехал на встречу с этим мужчиной и не оценил монету. Подлинность подтвердилась на 99%. Мужчина рассказал, что нашел монету в своей копилке, куда он скидывал всю сдачу, данную в магазин. Из чего мы можем понять, что эта монета ходила по многим рукам. И очень многие люди держали в своих пальцах буквально 300 тысяч рублей. Ведь именно столько сейчас стоит эта монета. Почетное второе место занимает 5 рублей 2016 года. Санкт-Петербургского монетного двора. Уважаемые зрители, об этой монете тоже ничего не известно. Но мы знаем одно. Ее цена составляет на сегодняшний день приблизительно 300 тысяч рублей. На ваших экранах монета, которая занимает первое место в нашем обзоре. Это 5 рублей 2006 года. Санкт-Петербургский монетный двор. Эта монета лишь раз появлялась на аукционе за бешеную стоимость. 1 миллион рублей. Но желающих покупать монету за такие деньги не нашлось. Больше такие 5 рублей не появлялись нигде. Информация об этой монете отсутствует. Но по примерным подсчетам, цена этой монеты равна 450 тысячам рублей. Друзья, если вам понравился этот обзор и пригодилась информация, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Всего доброго, друзья.